На этот белорусский фестиваль с европейским резонансом «Листопад» ежегодно собираются профессионалы киноиндустрии, любители кинематографа и известные деятели культуры из многих стран. Встреча в городе над Бугом в рамках кинособытия – важный шаг при общении молодого поколения к отечественной индустрии. Каждый год есть какие-то свои особенности, каждый год есть какие-то свои акценты, каждый год меняется состав участников, состав фильма. Поэтому трудно сравнивать, насколько он лучше или насколько он хуже. Фестиваль каждый раз будет другим, потому что его делают и другие люди, представляются другие режиссеры и так далее. То есть в этом смысле здесь трудно, просто трудно сравнивать. Была большая составляющая Казахстана в этом году, если вы заметили и читали программу. А фильмы бывают разные, поэтому, вы же понимаете, всегда есть гран-при, всегда есть места и всегда есть фильмы, которые могут не получить какие-то места. Особенность то, что для меня была особенность, это то, что фестиваль открывался белорусским фильмом, причем фильмом дебютным, который вот сейчас в Бресте молодое поколение тоже посмотрит. Это фильм киношники Кирилла Халецкого, мне как руководителю кафедры режиссера кино и телевидения Академии искусств вдвойне приятно, что это наш выпускник, это наш выпускник прошлого года, вот он фактически на моих глазах учился. Кино, которое показали брестским учащимся, называется «Киношники». Ленда рассказывает о закулисной обстановке на съемочной площадке. Молодой режиссер Коля одержим мечтой снять свое авторское кино, и когда выпадает реальный шанс, кажется, что все против него. В жизни, как и в кино, война и мир, и труд, и май. Но главное, что у тебя есть талант, настоящие друзья и любовь. Снял фильм молодой белорусский режиссер Кирилл Халецкий. Я про что подумал, когда говорили мои коллеги сейчас, о том, что произошла какая-то смена поколений, да, что неизбежно, в общем-то, в жизни. То есть, одни люди уходят, уходят великие люди, уходит киношное целое поколение ушло сейчас людей. Причем это происходит, понятно, что во всей кинематографии, не только в белорусской. И приходят на смену молодое поколение, со своими взглядами на жизнь, со своими заморочками, со своими какими-то попытками выразить себя максимально. Вот, мне кажется, что вот этот фильм «Стой породы», когда человеку захотелось выразить себя так, как он захотел себя выразить. И это ему позволили. В этом году в программу форума вернулся конкурс «Кино молодых», который стал безусловным лидером по количеству заявок 747. Но самое главное, что отмечают организаторы, «Листопад» – это продушевное и доброе кино. Что я жду от «Листопада» и на что я рассчитываю, и что меня заставляет его уважать и любить, это то, что нашу страну признают во всем мире как высокообразованную и культурную страну. А внутри «Листопада» есть хорошая тема. Тема под названием «Любовь и уважение». Вы ведь посмотрите, фильмы, которые стали присылать на «Листопад», они очень точно это подмечают. Подмечают, потому что практически все фильмы задевают эту тему. Тему любви и уважения гражданина к своей стране, к своим делам. По отношению друг к другу. Это же так прекрасно. Мы уходим от тех боевиков, убийств, насилия, для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что мир на земле – это намного интереснее и добрее, и надежнее, чем все остальное. Мир и доброта. Василий Набуцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемантович, Новости Бреста. Я говорил, снимать надо. Редактор субтитров А.Семкин